всем привет ребята сейчас я возьму охлаждением для своего телефона перегревается прямых эфирах такую вот штуку из морозильника и весь эфир держать ее прислоненной к телефону так сегодня у нас тема как сделать крутую фотографию из подручных средств вот и будем разбираться в общем расскажу расскажу первую часть эфира посвятим моим старым так скажем работам вот в новой части эфира то есть вернее в новой второй части эфира посвятим больше времени наверное как создать в общем как помочь своей фотографии с помощью 3d то есть тех же подручных средств расскажу вам про одну 3d программу которая очень простая в использовании то есть прям очень простая каждый сможет вообще пользоваться очень легко как игра в общем она девчонки я думаю играли в sims парни тем более уж играли в компьютерные игры вот так что все легко и просто будет зависеть от качества вообще моделек которые там есть а свет и эффекты там можно настроить вот так давайте приступим вот смотрите вот такие вот штуку я сейчас тут делаю на коммерческий проект вот но допустим локация полностью сделана в 3d вот но тут понятно видно что она такая немножко мультяшная а вот но тем не менее так хорошо давайте приступим так ну вот допустим вот это фотография эту фотографию я делал пару лет назад зимой и тут на самом деле коллаж ребят я сфотографировал себя за домом попросил их надеть то что у них там осталось от дедушек от бабушек что завалялось в сараях вот все достали ребята нашли вот такие старые кафтаны вот фуфайки и в общем принесли все это тут какие-то у меня были вещи валенки штаны простые ватники вот нарядили их то есть это к слову к тому что как я нахожу весь реквизит пороемся по шкафам все что не можем найти значит мы создаем на где-то покупаем сейчас с алиэкспресс есть и все остальное вот что то можно докупить дошить и будет вам крутой реквизит вот дальше по локации вот внизу снег вы видите это у меня за домом поле буквально поле то есть все занесло снега в тот год было очень много снега примерно метра три намело но метра два точно в поле заводская стена тут есть и скрыла в общем прям снегом и не видно было она метра два два с половиной наверно высотой вот и в общем ребята играли футбол ну как я их попросил играть футбол где была такая то что создать такую как раз был чемпионат мира по футболу и создать такие как бы по промо картинки для аля русский футбол вот ну и конечно же у иностранцев русский футбол ассоциируется всегда с зимой вообще россия вот и то есть я их пофоткал выставила здесь ребят в композиции они сняты одним кадром вот с этой вот стороны вот так вот стоял свет софтбокс 120 на 90 бронколор ведь свет очень мягко здесь падает но по сути нужно было их снимать отдельные каждому подводить этот цвет потому что вот здесь вот уже свет достаточно далеко стоит и жестковато ну и выглядит это как рекламная картинка вот если хотите сделать более естественно то нужно свет ставить меньше меньшего в общем меньше по мощности раз делать фрост раму над ними как будто бы имитировать именно свет от неба вот если еще хотите естественно сделать то всегда импульсные источники нужно выставлять по свету то есть откуда идет свет допустим если у вас есть окно в интерьере где-то снимаете то импульсный источник стоим от окна то есть он будет ваш как рисующий а света из окна будет заполняющим вот дальше по локации сзади весь фон я ездил по разным деревням то есть вот здесь дома сделан я сфотографировал дома в деревне бакуры лес фотографировал там в другой деревне ну тут тоже недалеко от меня то есть и потом все это сколлажировал вот как то так ну еще одна фотография то есть вот церковь тоже с одного места вот здесь вот родничок колодец полоскалка все в одном месте в общем тоже в другом из другой локации ну и тут локацию вы уже видели вот и тут фотографировал я без штатива но потом долго конечно же пришлось вырезать коллажер тут тоже все найдено в шкафах вот у разных кафтан я тоже нашел друг отца подогнал так скажем вот шай бабушкина тут все просто на самом деле давайте расскажу про какие-то более сложные ну да вот про эту фотографию эту фотографию мы делали на мастер-классе в краснодаре и тут что нам понадобилось во первых нам нужно понадобилось интерьер белый такой с черным рояле частью он был и андрюха васильев крутой фотограф можете зайти кстати на его страницу он тогда у меня был организатором мастер-класса он позвал меня это был первый мой один из первых моих мастер-классов вот я говорю мне нужна студия вот такая с черным роялем белая желательно и вот она была и говорю нужно купить ванну с черной пленкой ну я хотел покрасить ванну но андрюха говорит давай черную пленку сделан потому что краска может отслоиться там от воды и все остальное и будет не очень игры давай хорошо андрюха купил чугунную ванну и за место вот здесь от рояля стоял чугунная ванна с черной пленкой мы туда погрузили вику колотько вика колотько достаточно популярная сейчас модель сейчас на санкт-петербурге советую всем поработать с ней очень хорошая девчонка вот ну и получается потом соединяли сначала рояль фотографировал потом ванну и эти две фотографии в одну самом деле здесь больше фотографий потому что тут всем голова с одной фотографии руки с другой я тут все это соединял ноги с 3 воду дорисовывал работы очень много ребят если у вас есть какие-то вопросы пишите не стесняйтесь вот на все отвечу давайте проведем еще маленький опрос какие у нас тут собрались фотографы коллеги кто ребята черкните в чатик то есть поставьте плюсик палец вверх любой смайлик давайте палец вверх те все все те кто снимает год или меньше года много таких у ребята кто снимает год или меньше года ставим палец вверх никого нету правильно понимаю хорошо я меньше месяца понял вас так от вас жду больше всех вопросов вообще как чего зачем почему так ну вот три человека нас 18 смотрит есть четыре человек меньше года пять человек хорошо ребята сдавайте больше всех вопросов вы только начинаете у вас должно быть очень много вопросов всяких разных вот дальше давайте теперь поставим смайл улыбочку все те кто снимает больше давайте трех лет то есть уже целенаправленно которые там снимают может быть свадьбы может быть у кого короче в общем есть опыт уже некоторые есть такие ребята потому что часто на эфирах ребята ничего не спрашивают потом кучу вопросов в личку сдают давайте во время эфира спрашивайте пишите что вам интересно вот данная фотография смотрите вот здесь сидит дедок дед с моей улице живое в маленьком городке по сути в деревне вот тут тоже нашли ему шапку старую но у него это все его вещи буквально то есть вот он на рыбалку ходит старый рюкзак удочка простая то есть тут в принципе я так и снимаюсь и вот телефон iphone по моему 4 или с е белый не помню вот или 5 что такое и здесь вот эти листочки мох мох я купил в садоводческом магазине там какой-то мох продавался на мох не похожий ну вот а листочки нарвал в огороде это смородина зимой но такая рыжая вот и фотографировал эту фотографию на подоконнике на подоконнике 24 миллиметра 24 миллиметра вот а теперь ребята вопрос и тем кто правильно ответит первый правильно ответить получат подарок от меня это пресеты для обработки фотографии в лайтрум то есть в лайтрум или в камеры рав все не подходят цветокоррекция то есть цветовые по сути не профили пресет вот и вопрос основную фотографию то есть без дедушки я снял на 24 миллиметра сигма 24 миллиметра теперь скажите мне на какой объектив я снял деда кто правильно ответит тот получит пресеты но кто хочет тот получит водокачку так ребята жду от вас вариантов ответов так татьяна леонова пишет 50 литвинова 80 35 50 миллиметров 135 так хорошо и вот я вижу правильный ответ рина рина фром не знаю как правильно прочитать рина фром вен ор синий смайлик в общем со снежинкой 85 миллиметров вы получаете пресетики снимал я на canon 85 с диафрагмой 1.8 напишите мне после эфира в личку в мой аккаунт сейчас я напишу тему и укажу свой аккаунт тема у нас как создать хороший снимок из дручных средств спикер бла-бла-бла-бла рина север понял рина север напишите мне после эфира и я вам скину пресетики для обработки фотографий светлана извините я не поняла дед живой дед живой дед живой качество не очень там где-то оригинал у меня лежит вот сложность была тут в чем в отражении вот это отражение мне пришлось вот видите это пластика я все тут доделал дорисовывал чтобы оно естественно смотрелось ну и конечно же прорабатывал световой рисунок и все остальное так дальше пойдем есть у меня и посложнее фотографии сейчас я вам их найду в плане реквизита там все что связано с киберпанком киберпанком киберпанк и так вот такая фотография у меня есть телефон конечно не передает всего качества вот эту ногу мы делали реально из железа вот видите ноги как будто бы у нашего Савелия нет вот и батя ему варит новую ногу здесь у нас вот такие кибернетический скелет вот киберпанк и вот и впечатляем и и и впечатляем и на нас реально было съемки то есть вот этот весь реквизит вот эти перчатки и провода вот это все я делал сам. То есть, вот эти вот кнопки, видите, как будто припаянные к коже. Это тоже я делал Заказывал с Алиэкспресс вот эти вот кнопочки с батареечками. На пульчике можно любой цвет выбрать. Вот. Все это приделывали на лат... Жидкий латекс приклеивали. Он такой кожаного цвета и хорошо. Вот здесь микросхемка тоже она приклеена в реальности. Кнопка тоже в реальности. Вот эта вот штука тоже в реальности приклеена. На самом деле вот это вот тоже. Сзади круто смотрится. Здесь, к сожалению, не видно. Это эти центрыки от для свечек, от девятки по-моему. Вот. Что тут, что тут, что тут еще? А, вот эту маску я тоже делал сам. Вот из кнопочек опять же. Ну и тут весь сервизит я собирал тут с завода кресло стоматологическое привезли. Там, смотрите, вот видите, тут как будто это зубная, реальная машинка. С завода старое кресло я нашел, там оно все заброшенное. Также тут есть, вот смотрите, вот такая вот штука. Вот. тоже клевая. На таких роликах старая еще машинка, видите, веревочка. Тоже прикольная, но, к сожалению, туда нельзя было вставить электрод. Вот. И так можно было бы ей что-то круто сделать, поснимать. Ну и весь реквизит я тут тоже собирал по свалкам, по всяким, по железным, по металлоломным свалкам. И мы вот варили вот эту вот ногу. В общем, потратил на этот творческий проект, в общем, я где-то тысяч, наверное, 30-40. Света кучу закупил всякого разного. Вот. Что еще? А, картинки еще. Вот эти вот делал. Специально. Еще мы снимали видео, и Макс с Самары Дружбан у меня анимировал даже вот эти картинки с помощью там After Effects. Вот. И для видео они тут моргали, мигали, и цифры прыгали тут. В общем, круто было. Даже видео есть где-то. Я вам покажу потом. А, вот это крысы. Крысы, крыс, конечно, я вставил в Photoshop уже потом. Это видео. А, вот. Крыса вставлена, конечно, в Photoshop. Вот. На съемке мы не нашли крысу, которая хотелось бы посниматься. Вот. А вот здесь, вот видите, вот такой вот кибернетический скелет. У меня была хоккейная маска. Ну, была. Я ее заказал специально для этой съемки с Алиэкспресса. Такая хоккейная маска. Отрезал ее. По-моему, челюсть я отрезал. Вот челюсть. Вот вы видите, вот она, вот эта челюсть. Вот. Как бы вставил ему сюда. И сверху вот это отдельно ее сфотографировал и вставил уже в Photoshop. Видите, у него здесь реальные зубы, а здесь уже вот от этой маски. Итак, ребят, теперь задам вам вопрос. Как вы думаете, как вы думаете, сколько источников света на данной фотографии? Кто первый правильно ответит, получит пресеты для обработки фотографий в Lightroom. Посмотрите, здесь очень много источников света. Даю вам подсказку больше пяти штук точно. Семь, еще варианты ответов будут. Вот оттуда идет свет. Сзади есть источник света. Видите, снизу на него идет свет. Его просто не видно. Вот тут будет. Дальше идем. Вот кнопочки эти не считаем, потому что это вообще будет ужас. Вот лампочка, сверху вот лампочка. Здесь, видите, вот от этого идет фонарь. Дальше. Видите, у него волосы подсвечены сзади есть еще источник света. Здесь у нас за ним есть источник света. Вот здесь вот видите есть источник света. Дальше, 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 дальше. Видите, сверху здесь синий источник света. вот на флаг идет свет. На флаг идет, вот фонарик лежит, видите. Вот еще лампочка синяя. Так, ребят, ну пока не вижу правильного ответа. Меньше 20, я вам хочу сказать, меньше 20. ну давайте вместе посчитаем. У меня здесь есть схема. Вот она. Я очень долго настраивал эту схему. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, дальше, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, так, одиннадцать, и у меня вот здесь, вот здесь вот по контуру еще шел, в общем, светодиодная лента, это двенадцать источников света, но если мы будем еще воспринимать как спарк, то есть вот это вот как источник света, потому что он светит на наших главных героев, то тринадцать источников света. Вот так вот, так что я сейчас посмотрю, так, Ира айфото, Ира айфото написала двенадцать, я засчитаю этот вариант, а, ага, 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 так, ну первая была Рина Фром Рина Фром, она написала двенадцать, она была первой, но она уже получает пресетики свои, так что следующая была Ира айфото двенадцать написала, и после Ира айфото Виктория Миллер фото тоже написала тринадцать источников, то есть тринадцать и двенадцать это самое верное, самое близкое, поэтому вы обе девчонки получаете пресетики, напишите мне после эфира, и я вам скину пресетики для обработки фотографий в Lightroom, да, вот Виктория пишет, я написала тринадцать, да, все правильно, ребята, получите пресетики для обработки, итак, смотрите, у нас пол эфира прошло, в принципе, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, расскажу, покажу, что-то еще из своих фотографий, что вам, что вы хотите расспросить, вот, это я недавно снимал в Питере, ну, как, в июне, вот, не помню, какая тут, какую я выложил, куча вариантов, обработанная, обработанная, вот, вот этот вариант, по-моему, я выложил, вот такое мы снимали, там целое кино, в общем, классно поснимали, вот такая, вот такой снимок, у меня там целая серия будет с космонавтом, вот еще есть такое видео, которое я делал из фотографии в After Effects, и так, бывало так, что съемка запланирована, все окей, что-то прошло не так, как выходить из ситуации, Виктория Милля, ну, конечно, бывало, бывало всегда по-разному, зависит от ситуации, бывало, ну, бывало так, что чаще всего, ну, это в больших городах, вот, либо в Москве, либо в Питере, может вас скинуть модель, да, то есть, модель просто не приехала на съемку, бывает и такое, у моих многих друзей, фотографов тоже, то есть, частая проблема, то есть, ну, как бы, что тут делать, тут либо искать срочно кого-то, либо, либо отменять съемку, вот, бывало, как еще бывало, было так, что вроде все спланировал, но ничего не получается, да, то есть, думал, что свет будет светить так, а он не светит, и тут уж как бы нужно сходу ориентироваться, так скажем, и принимать быстрое решение, то же, когда ничего не сделаешь, в зависимости от ситуации, если есть какая-то конкретная ситуация, то я вам расскажу, так сходу вспомнить у себя ничего такого не могу, ну, один раз вот я снимал, делал съемку в деревне, хотел снять с луной, как будто бы человек держит луну, на крыше дома, меня, в общем, подняли на тракторе в ковш, я снимал из этого ковша, было холодно, в общем, мы снимали там, я не знаю, часа три, наверное, четыре осенью, все замерзли, и в итоге у меня ни хрена ничего не получилось, потому что было уже темно, со штатива я пытался снимать, но все равно, то есть, нужно было какую-то супер большую выдержку, в общем, ничего не получилось, я сделал работу над ошибками, и переснял полностью историю, то есть, я очень часто так делаю, то, что бывает, что съемка вся идет по бороде, и просто берете и переснимаете, делаете работу над ошибками, переделываете, то есть, это самый эффективный способ сделать так, чтобы ваш скилл просто вырастет на несколько шагов вперед, потому что работа над ошибками – это наше все, большинство никто не делает работу над ошибками, но всегда нужно делать именно все, что у вас не получилось, сделайте это еще раз, пока у вас не получится, и вы прям в навыках вырастите очень быстро. Так, у вас все коммерческие съемки, творческие ли все-таки коммерция – это коммерция, а творчество – это творчество? У меня большинство творческих съемок, все, что вы видите у меня в профиле, это все творческие съемки, ни одной коммерции там нету, вот, сейчас за последние полгода у меня появилось много коммерческих съемок, не знаю, благодаря чему, моим друзьям, знакомым, Илюха Ноди мне подкинул коммерческую съемку, хорошую, спасибо ему за это, вот, что еще, Диме Меткину, канал у него есть, Меткин, заметки Меткина, вот, на ютюбе, и Меткин продакшн у него, в общем, у него есть канал, зайдите, посмотрите, офигенный канал про фотографии, то есть, про все, как создать студию, как там, разные схемы света, и все остальное, он снял фильм, документальный про меня, и благодаря ему, то есть, благодаря вот этой вот рекламе, резонанс был просто, бомбический какой-то, меня аж на улице начали узнавать, вот, я сам охренел, вот, и я думаю, вот, благодаря этому фильму, за последние полгода, были, как бы, хорошие коммерческие заказы, вот, до сих пор, делаю, с мая, все делаю коммерцию, поэтому, немножко пропал, вот, сейчас закончу, и, надеюсь, у меня куча творческих съемок лежит, и будут творчеством заниматься, вот, поэтому, ребята, если вы занимаетесь коммерцией, у вас должно быть, минимум, 50% творчества, вот, но у меня сейчас, коммерческий заказ такой, он, творческий, то есть, я, по сути, делаю календарь, коллажирование, то есть, для одной крупной компании, и с фантастичными сюжетами, там, с 3D графикой, и со всем остальным, сейчас я вам, кстати, покажу, как можно применять 3D графику на фотографии, у кого, в общем, есть компьютер, не Mac, Book, обычный, Windows, вот, сейчас я вам продемонстрирую, одну программу, она, это не Cinema 4D, это не Blender, это не Unreal Engine, она очень простая для, то есть, туда можно с нулевым уровнем зайти, и уже что-то сделать там, то есть, это прямо вот начальная программа, для, что-то уже можно там рендерить, и она поможет вам в фотографии, поможет вам в каких-то там творческих съемках, или коммерческих съемках, вот, там можно быстро что-то, в общем, сделать, сейчас она открывается, компьютер что-то у меня тут, подгружается, вот, так, ребята, жду еще от вас вопросов, сейчас слетело, супер, ну вот, давайте покажу вам пока программу, вот, программа называется Lumio, на самом деле, это программа для архитекторов, узнал ее давным-давно, вот, так как учился когда еще в универе, на архитектурном, вот, сейчас у нас была тогда только третья версия, сейчас есть одиннадцатая или двенадцатая, даже версия Lumion, и рендер там, и все это, намного все проще стало, все круче, вот, и сейчас вот она загрузится, вот так она выглядит, то есть вот, она похожа на какую-то игру, то есть из-за этого в ней очень легко, интуитивно можно разобраться, то есть вот он вам показывает контрольные показатели, насколько у вас должен быть хороший компьютер, видите, системная память у меня маловато, вот, тут есть заготовки, видите, она для архитекторов, архитекторов, вот, тут можно уже, допустим, для себя, зайти в какую-то заготовочку, и что-то там поковырять, вот, для вас я покажу сейчас немножко другую сцену, давайте вот эту вот, загрузится, надеюсь, быстро, вот, и что там можно делать, там можно, во-первых, для съемки готовиться, в каком плане, то есть вы знаете, что у вас будет вот такая вот съемка, вы можете настроить заранее свет, потому что там есть и модельки людей, модельки машин, модельки каких-то материалов, там, столов, стульев, там, и всего остального, можете свои модельки подгрузить, ну, то есть вам нужно будет немножко видео на ютубе посмотреть, где модельки загружать, все остальное, скачать ее можно, как и фотошоп, как и все любые другие программы, на торрентах, вот, не знаю, есть ли у нее подписка, вот, но, по-моему, у нее нет, она так очень дорого стоит, вот, но всегда можно найти взломанную версию, вот, что еще, что еще, и все, на самом деле, тут можно очень, какие-то сложные там моменты, будет сложно делать, да, сейчас я отключу тут, отключу, вот, ну, вот так она выглядит, тут у меня еще нету текстурированные штуки, чебурашка сидит, так, ну, и это вот, видите, режим редактор, здесь режим редактор, захожу в режим фото, тут также можно и видео сделать, и все остальное, и вот здесь видите разные эффекты, которые вы можете настроить, добавить эффект, и вот здесь ортографический вид, то есть, ортогональные две точки перспективы, глубина резкости, как на объективе, солнце, реальные небеса, то есть, там реальные плашки есть с небом, тени, отражения настроятся, гиперсвет, то есть, видите, там отражение света друг от друга, свет, тут небо, тут лучи можно сделать, и все остальное, очень много разных настроек, вот, ну, и давайте я вот зайду, допустим, вот так вот, вот, видите, я тут уазик загрузил, все это скачивается легко, с других сайтов, вот это, допустим, домик, видите, он есть здесь уже в библиотеке, тут есть библиотека, по-моему, в Unreal Engine сейчас тоже есть огромная библиотека, может ее скачивать как-то надо, не знаю, Unreal Engine я еще не изучал, но вот, смотрите, допустим, вот эти разные стулья, природа, то есть, разные деревья, кактусы, все, что хотите, листва, можно сделать, чтобы листва падало, и все остальное, как это пригодится фотографии, не знаю, ну, не знаю, я говорю, как мне это пригодится, то есть, я нашел, сейчас у меня есть проект с космонавтом, допустим, вот машина, видите, вот машину можно поставить, еще одну, проект с космонавтом, и, в общем, я найду 3D модель космонавта, сейчас вообще можно, кстати, даже и отрендрить, давайте, ну, вот сюда вот, ну, вот сюда поставим, сейчас человек какого-нибудь, вот так вот, в общем, отрендрить, либо космонавта, либо человека, ой, вернее, отрендрить, отсканировать с помощью айфона, сейчас очень много крутых приложений, кстати, Илюха Нодиа, вот рассказывает про всю эту движуху, в Москве куча всяких разных семинаров происходит, вот, на эту тему, и можно, то есть, все это, штуку круто сделать, то есть, вот космонавта вы, допустим, отсканируете, что я хочу сделать, и потом в 3D, допустим, где-то в кадре мне не хватает, ну, как кино, то есть, в кадре мне не хватает космонавта, вот какой-нибудь ноги, там руки или позу мне какую-то надо, где-то чтобы он летел, где-то на общих планах, вот, и я могу все это подстроить, допустим, здесь есть вот источники света, разные, я могу выбирать, то есть, есть вот, допустим, софтбокс, бахнем сюда его, а здесь выберем, чтобы он светил у нас, вот сюда вот, вот так вот, окей, сделаем его повыше, вот, и можем уже смотреть, как у нас свет падает, на главного героя, включить, как источник света, можно сделать так вот, и смотрите, допустим, вот, хорошо очень смотреть, как падает свет, вот эти вот, и настраивать световые схемы, чем ближе источник света, тем мягче, тем, чем дальше, тем она жестче, то есть, чем дальше источник света, тем жестче, чего? Сейчас я, у меня эфир, да, вот, и расставляете людей, куда вы там хотите, в общем, какая у вас будет локация, можете создать рельеф, какой вам нужен, расставить деревья, источники света, и примерно уже представить, какие вам источники света нужны будут, с какой мощности, как их правильно расположить, и уже на самой съемке вы не будете тратить на это время, а сделайте уже по все, как бы по науке, вот, так, ну давайте мы загрузим какую-нибудь сцену, допустим, вот эту вот, я вам еще покажу, как вы что, так, ребята, есть ли у вас еще какие-то вопросы, то есть, вот вам подручное средство, программа Lumion, достаточно простая, можно закачать более старую версию, и в принципе она потянет на старых компьютерах, и какие-то простые вещи можно отрендерить, допустим, заменить источник света, у вас был, допустим, там, софтбокс, где-то видно, а вы поставили туда светильник, в 3D отрендеренный, вот, то есть, это самая простая штука, вот, есть вот такие вот тут штуки, вот видите, улица, давайте зайдем в фоторежим, здесь вот закат, где можно фон отрендерить, и добавить, допустим, глубина резкости, вот, и здесь вот, смотрите, видите, сейчас я добавлю передний план, размер резкой области, ну, вот, видите, можно отрендерить себе задний план, видите, он разблюренный, побольше, поменьше, там, эти вот эти блики, вот сюда куда-нибудь, и заменить фон, разностроить в разный угол можно, с перспективу, и все остальное, все это можно круто сделать, возможностей куча, и все достаточно просто и легко, в этой программе, вот, придется, конечно, немножко поковыряться, но она достаточно простая по сравнению с тем же Cinema 4D, Blender, Unreal Engine и всем остальным, эта программа очень простая для входа, то есть вы сначала войдете, примерно поймете, как все это работает, зайдете потом в другую программу, вам будет легче уже с ней обращаться, и здесь вы уже сможете быстро начать что-то рендерить, вот, и так, ребята, на этом эфир наш заканчивается, если есть у вас еще вопросы, пишите мне, задавайте, прямо сейчас, вот, жду еще минутку-две, напишите, палец вверх, если есть вопросы, я буду ждать вопросики от вас, отвечу, и все, будем прощаться, так же, хотелось бы сказать, кто есть, ребята из Екатеринбурга, вот, в Екатеринбурге пройдет у меня мастер-класс, 30-го, 31-го, октября, вот, так что все приезжайте в Екатеринбург, будет крутая съемочка, будем снимать на крутейшей локации, прям, как будто бы в прошлое переместимся, вот, так что, всех жду, а вот, Виктория Миллер, простите, я не увидел, как долго шли к своему стилю, через какой промежуток времени поняли, что хотите фотографировать, да на самом деле, нет у меня какой-то четкой определенности до сих пор, потому что мне многое нравится, но, что мне нравится больше всего, это снимать, наверное, людей, кому, ну, пейзажи, мне немножко скучно снимать, хотя я тоже люблю снимать пейзажи, вот, но, то есть, пейзажисты, я общался с крутыми пейзажистами, и это, допустим, надо ехать куда-то в горы, долго идти, там, сидеть на какой-то скале, замерзая, и там, промокая от дождей, несколько дней они там сидят, чтобы поймать какой-то там уникальный свет, там, на закате и на рассвете, там, либо какого-то животного ждут, это совершенно другой экспириенс, вот, я люблю настраивать, то есть, я вот, как хочу, то есть, я хочу вот такой свет, такой ракурс, такую локацию, я люблю это все собирать вместе, вот, поэтому я немножко в этом плане, ну, то есть, по-другому для себя выбрал путь, через какой промежуток времени понял, до сих пор не понял, то есть, я уже сколько, с 2010 года я фотографирую, в 2010 я начал, первую мыльницу, и вот до сих пор, вот, так что, как-то так, люблю всего понемногу, но больше всего, наверное, коллажи, людей, портреты, это мое, так, ну все, ребят, будем заканчивать, вопросов больше нет, так что, хочу сказать, не гонитесь за баблом, в первую очередь, творчество, если будет у вас крутое творчество, то и клиенты, и бабло, и все остальное, и народ к вам потянется, вот, все остальное придет, главное, будьте проще, ребят, как говорится, чем проще, тем лучше, да, и будь проще, и народ к тебе потянется, так что, увидимся в следующих эфирах, и всем пока.